Клеивают листочек, то есть кто сколько должен. Такие записки появляются в дневнике каждый месяц. Об этом рассказывает мама учащихся 46-й школы Оренбурга. Говорить она согласилась на условиях полной анонимности. Называть ими не хочет, боится реакции педагогов. Признается, платить не хотят многие родители, но далеко не все готовы к последствиям. Мы сдали деньги на выпускной и сказали, ну тогда ждите свои хорошие результаты в аттестатах. Мы получили 4 или 5 троек. Музыка, физкультура, рисование, то есть те, которые дети хотя бы на четверку могут что-то сделать. Сейчас опять, пожалуйста, выпускные. В каждом классе своя сумма. В том году начиналось от трех тысяч. Сейчас мы уже от класса сдали почти 4 с лишним тысячи, но это пока. Старшая дочь после девятого класса решила поступить в колледж. Сейчас в 46-й школе учатся еще двое ее детей. Женщина признается, иногда такие добровольные пожертвования сильно бьют по кошельку. Для многодетной семьи суммы порой оказываются неподъемными. Чтобы ребенок просто в школу пришел 1 сентября – две тысячи. Ребенок, который не по прописке – четыре тысячи. Чтобы просто ребенок пришел 1 сентября, пишут как добровольные пожертвования. Это очень накладно. Я не представляю, это очень накладно. Вот я уже со своей пенсией 12 тысяч тоже стараюсь что-нибудь им выделить. Потому что же невозможно именно так жить. Ремонт, охрана, подарки учителям – все это так называемые добровольные пожертвования. Фотографиями сообщений с просьбами сдать деньги делятся родители по всей России. В одной из школ Башкирии, например, просят по 700 рублей. В этом учебном заведении запросы скромнее. На день рождения педагога предлагают отдать по 400. В центре скандалов оказывался Оренбург. В 86-й школе родители сняли на видео одно из собраний. Мы собрали с своего класса родителей по 200 рублей. Большая часть сдали целиком. За директора учебного заведения вступили сами родители. Некоторые из них заявили – взносы на нужды школы отдавали добровольно. Те, кто против такой благотворительности, зачастую остаются за кадром. Жительница Оренбурга, возмущенная суммами за бесплатное образование, обратилась в прокуратуру. Однако проверка надзорного ведомства не дала результатов. И хотим, чтобы наши дети просто элементарно закончили школы. А не то, что сдал деньги – получишь оценку. Не сдал деньги – извини, мучайся сам. В адрес профильного министра и начальника управления администрации Оренбурга нами направлены официальные запросы с просьбой разобраться с ситуацией в 46-й школе областного центра. Анастасия Синченкова, Семен Воробьев. Новости дня.